привет ребята зовут меня артур и я живу в израиле я вас сегодня приглашаю погулять по парку артон по чудному славному и прекрасному сходим с вами посмотрим парк камней что да как чем удивить нас сегодня город телевизм что приготовила февральская природа сегодня суббота 10 февраля из дома я вышел было плюс 8 но знающие люди пойдемте и мы ходим все посмотрим все пощупываем все снимем все вам покажу как же выглядит сегодня моя крошечная страна сам парк артон является самым большим в израиле я не знаю но могу в точности сказать прекрасное место где можно с радостью с удовольствием провести время удовольствие тут мастер хотите поплавить по мечте артон хотите по искусным озером хотите в бухлевок хотите в футбол хотите полазить по ответственным стенам погонять на велики смотреть на кактусы это все 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 убежит туда вы помойдете звезды и это они вы будете для себя ну а вот и гости и жители этого парка вот они шакалы видите я очень надеялся их встретить и вижу они меня не подвели видите вот один стал они абсолютно дикие не надо пытаться с ними фотографироваться и гладить ну я по крайней мере вижу троих вот один сел на попу и вот на двое лежат в удалении их тут живет огромная стая я с ними давно знаком лично с каждым руку не пожимает видео там вдали гуляют люди с собачками шакалы спокойно себе спят есть много случаев в израиле когда шакалы кусали людей поэтому будьте с ними осторожны вот он красавец пошел а вот он еще двое себе лежат и это целая стая в углу находится парк кактусов и там они себе спокойно пребывают в безметерном состоянии вот они себе пожалуйста без всяких письменей это их дом и я всегда не устану говорить мы гости не приходим в гости почему живут шакалы в центре телевизор да не наша собачьи давайте пусть они живут себе спокойно но мы с вами отправляемся в парках камней я надеюсь он уже открыт мы сможем зайти погулять и сегодня мы навестим с вами три тематические зоны они вот расположены друг от друга вот тропический сад впереди кактусы и парк камней точнее парк разделен на несколько таких тематических зон которые мы сегодня с вами посетим сделаем конечно же все в отдельности поэтому в добрый час мои дорогие путешественники вы можете видеть какая роса вчера когда я ехал на работу и в районе города решен лицена туман был настолько густым и белым выглядело так как будто природу укутали в какую-то молочное суфле но вот гуси говорят нам о том что здесь неподалеку есть вода как я сказал на речке и артон она тоже здесь рядом можно приходить можно гулять можно получать массу удовольствия ну гуси как вам тут живется все-все мы не беспокоим особо нас простите мы идем себе восвоять ну а как я сказал тема нашего сегодня путешествия это вот чудные камешки которые не заделают парк ну вот этот камень конечно прямо-таки символизирует это дело смотрите как природа как жизнь цепляется за камень удивительно провели израиля удивительно ну что ребята пойдемте осмотрим парковней наконец-то его открыли сегодня суббота он работает с 10 с небольшим опозданием я уже успел обижать и туда и сюда везде закрытые парк тропиков и кактусы но приехал дядя и открыл он объяснил почему открыл чуть попозже он сказал нам тоже израиль и он был прав ну что ж пойдемте смотреть чем же сегодня нас парк порадует природа израиля она имеет имеет козырей в рукавах есть мы тут одно местечко который бы я хотел посетить и я надеюсь мы там найдем цветочки с родины я в точности не знаю когда они зацветают но я надеюсь что мы их найдем когда если они нам на попадутся я громко закричу что мы нашли ну а пока разглядывайте красоты гуляйте вместе с нами не забудьте отписаться не забудьте подписаться не забудьте в двух словах сказать свои впечатления о наших прогулках я ваши руки и ноги вы моя голова и сердце можете писать я всегда буду рад вашему вниманию с удовольствием и всегда всем отвечу ну что ж в добрый час пойдемте гулять наслаждаться февральским днем как я сказал 10 февраля на улице уже ну как по мне так 20 это гадалки не ходить и воду нужно пить несмотря на то что на улице зима конечно же я надеюсь что мы еще повстречаем шакалов пока я тут бегал и крутился по территории парка ведут того что люди еще только потихоньку подтягиваются а шакалы чувствуют себя хорошо они тут бегали на меня смотрели и внутри ограды за оградой он они там лежат никого не беспокоят собачки и пикники сидят рядом и никто никого не беспокоит но мы сегодня в гостях ученых и камней чудные прекрасные могучие и красивые и 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 Какалы нам уже попались, а вот теперь попугаи, посмотрите сами. Всем в Израиле хорошо, всем в Израиле хорошо. Ну что ж, не будем беспокоить попугаев, пусть они живут своей тихой и мирной жизнью, а мы продолжим прогулку по парку. Я в своей среде, я люблю природу, вот прямо прикоснулся бы к каждому уголку природы, прям-таки полежал бы в каждом его краю. Посмотрите, что за чудо-художник природа. Продолжение следует... Не забывайте поднять голову, посмотреть на прекрасные чудные деревья. Цветение, основное такое цветение, божественно красиво, когда это просто взорвется вся моя крошечная сторона в цветении этих чудных и прекрасных деревьев. Деревьев, их пора еще чуть впереди. За цветением деревьев мы будем пристально наблюдать. Сейчас, я надеюсь, мы повстречаем четок лесных обитателей в этом парке. Я имею ввиду цветочки, я имею ввиду кусочек израильской природы, который вам увидят. Нужно поехать либо в какие-то большие парки, либо в лесные массивы моей крошечной страны. Я надеюсь, мы что-то повстречаем. Я надеюсь, мы что-то с вами сумеем разглядеть. Я надеюсь, что-то в этом парке. Да-да, об этих красавцах я вам и говорю. Сейчас все леса Израиля усыпаны этими чудными цветами. И вот теми, что впереди, они таки нас дождали. Сейчас мы их все с вами разглядим и увидим. Субтитры создавал DimaTorzok Надо где-то себе сказать так. Это где-то изречение мне попало совсем недавно. Мы пустой сосуд. Я предоставляю вам пустой сосуд. Хотите глиняный, хотите каменный, хотите стеклянный, хотите пластиковый. Какой вашей душе угодно. Я предоставляю вам этот сосуд. И вот вы наполняете этот сосуд своими впечатлениями. И понятием того, что хотелось бы вам увидеть. Что вы увидите. Как вам это все видится. Заполняйте его на свое усмотрение. А вот и выходцы с моей далекой родины. Я не ошибся. Я не ошибся. Я уже их вижу. Сейчас мы к ним подойдем. Ну что. Жители далеких и холодных стран думали только у вас растет люпин. Да, я из Литвы. Это цветок моей родины. Здесь он называется турмус. И здесь его едят. Да. В любом магазине продается он в разных приготовленных видах. Но это вот бобовые, которые едят на востоке. Здесь он называется турмус. Посмотрите, что за чудный цвет. Здесь он вот такого цвета и белого растет в дикой природе. Растет он недалеко от моей работы. Я безмерно рад. Я безмерно рад. Я счастлив. Я так навскидку подрасчитывал, как уловить это цветение. Вот у ребят на работе. У меня работают арабы. Они живут в районе Иерусалима в горах. Я говорю, ребята, когда зацветет миндаль. О-о-о. Они говорят, через месяц. Что ты, Артур? Через месяц. И я говорю, ребята, будьте добры. Когда вы увидите, что он зацветет. Скажите мне, чтобы я тоже имел возможность съездить, прикоснуться к этим чудным и прекрасным растениям. Я надеюсь, что у меня получится. Я надеюсь, что у меня выйдет. И вот прошел наш разговор. Через два дня они приходят и показывают мне видео. И говорят, Артур, смотри, зацвел миндаль. Первый миндаль уже начал цвести. А вот гости нашей крошечной страны. Вот они повсюду. Видите? Красненькие. Вот они повсюду сейчас украсили мою крошечную страну. Сейчас усыпаны все парки, поля и скверы. Убанил все парки, поля и сквера. Зацветный наук. Прости. Продолжение следует... 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 Какие божественно красивые камни И я всегда говорю Ну смотрите, ну как же вот она природа Как она цепляется за жизнь Розмарин и тот Розмарин и тот, вот пожалуйста Розмарин и тот говорит, ну а что я лысый И тоже взял и пристроился на этой Чудной каменной поверхности Собственно говоря Как и израильтяне, ведь если кто не знает Израиль Имеют пригодные для жизни Не так много территорий Основная ее территория Это все-таки пустыни Полупустынные горы То есть без того, что мы Очень крошечная и маленькая страна Мы еще есть Делим эту страну Такой более Агрессивной природой И для человека То есть грубо говоря Где-то третья Территория этой крошечной страны Пригодна для проживания Каждый человек теперь вторгается Обустраивает Пытается как-то вцепиться Зацепиться Удержаться на этих новых территориях Ну посмотрим, что получится Пока особо много желающих Ехать куда-то там По пустыням жить Я не замечал В основном народ все-таки Старается Толкаться тут В центральной части Израиля Ну да бог ему судья Я никому Ничего не навязываю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Извини дружок Мы тебя побеспокоили Вот еще один шакал Их тут вот эти мать мущие Извини мы уходим Мы уходим Прости нас Мы уже ушли Все нас больше тут нет Ложись молодец Отдыхай дальше Вот он и не уходит Видите вот он себе стоит Себе красавец молодец Тихо думает Ну что Коль уж мы вплотную Приблизились К парку Тоже тематическому Я бы сказал Что это Парк античный Наверное у него есть Более официальное название Ну Мне кажется Очень метко я Привязал К этому месту Свое название Если что На меня не терчайте Сильно Но давайте Тоже уделим Этому месту Время Погуляем Я надеюсь Что возможно Мы еще повстречаем Люпин Люпин Это цветок Моей родины Когда я его увидел Первый раз в Израиле Я с трудом Поверил Моей родины Моей родины Мозаика Красиво Очень красиво Вообще Парк чудесный Вот вы знаете Вот просто Оторваться От городской Действительности Если бы еще Выключить звук Мимо проезжающих Автомобилей Было бы Такое полное Погружение В природу Полное Такое Погружение В тишину Но есть Как и есть Израиль Страна Густонаселенная И мы находимся В самой Его центральной Части В самой Густонаселенной В Гуждане Здесь Людей Больше Чем цветов В этом парке Наверное Да Я так Предполагаю Больше Трех миллионов Проживает В Гуждане Это такое Объединение Городов Которые Примкнули К Тель-Авиву Потом они Примыкают В друг Дружке Так вот Они потихоньку Потихоньку Составляют Эту большую Территорию Под названием Гуждан А вот и Шакальчик Вот он себе Пошел спать Видите Он прямо Пошел Это Уська Одно Висит Моя Уська Одно Висит У меня Маленький Ты мой Господи Ты мой Здесь Вот прямо Там Куда он Пытался Пройти Вот там За заборчиком Находится Я Насколько Понимаю Питомник Самих Кактусов Их там По всей видимости Холят Или леют Возможно Их там Лечат Потом Возможно Их Высаживают В грунт Я уже Пару Тройку Раз Бывал В этом Парке И Неоднократно Заглядывал Туда Но сегодня Много Посетителей Этого Делать Мы не Станем Заглядывать Туда Мы не Станем Ну там Я их Обнаружил Целую Стаю Они По всей Видимости Когда люди Уже Им совсем Надоедают Они уходят На ту Территорию Она Всегда Огороженная Для посетителей Но я Уже Говорил Я туда Попадал Пару Тройку Раз Это не потому Что я Нарушаю Правила Или Большой Хулиган Просто На краю Есть Общественное Место Куда Можно Зайти А ворота Были Открыты И не Было Ни Одного Человека Это Был Будний День Я Просто Зашел Ничего Не Трогая Не Касаясь Заглянул И Увидел Что В уголке Этого Места Развалил Целая Стайка Шакалов И Прекрасно Себя Чувствует А как Оформил Парк Давайте Все Снимем Шляпу Перед Израильскими Садовниками И скажем Им Большое Спасибо Посмотрите Сами Народ Народ Потихоньку Подтягивается Потихоньку Парк Насыщается Посетителями Кто Местный Житель Часто Посещает Этот Парк Ну Вот Эта Зона Которая Я вам Говорил Тоже Вот Ворот Открыты Можно Зайти Но Мы Этого Делать Не Станем Вот Там Просто Я В крае Муха Покажу Находится Маленький Вот Этот Питомничек Кактусов И вот По всей Видимости Тут Находится Персонал Куда Мы Вторгаться Сегодня Нет Нет Я хочу Сказать Что Моих Дорогих Нежно Горячо Любимых Люпинов Я не вижу В иные годы Их тут Было Много Но Неважно Я все равно Не ошибся Я все равно Их нашел Хоть В небольшом Количестве И я Люпины Схожу Поснимать Недалеко От моей работы Есть Оливковая Роща В которой Люпины Себя Чувствуют Наипрекраснейшим Образом Просто Чудно Они себя Там Ощущают Хорошо Там Адаптировались И цветут Там Каждый Год Говорят Что Израилец Тут Вон Они Шакалы Повсюду Просто Вон Они Повсюду Говорят Что Себелы И вот Такие Синие Какая Красота Алипота Дорогие Вы Мои Зрители Не Забудьте Отписаться Как Вам Красоты Моей Крошечной Страны Ведь Я Как Сказал Я Предоставил Вам Сосуд Еще С такими Маленькими Кривыми Ножками Которые Топ 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 Так Делают И Вы Там Этот Сосуд Наполняете Своими Впечатлениями А мне Как автору Всегда Приятно Пару Тройку Слов С Благодарностью С Любовью Как Говорится Ваш Артур Всегда Буду Этому Рад Очень Красиво Сказать Вам Честно Даже Не Верится Что Мы Где-то Находимся Вжатыми И Втиснутыми В Каменной Джунгли Большого Тель-Авива Галиева Все деревья Прекрасные Все 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 Просто Чудные Прекрасные Нету Природы Деревьев Которые Мне не нравились Все деревья Я люблю Олива Ну Наверное Олива Занимает В нем Одно из Самых Почетных Мест Я бы Сказал Что Это Некий Остров Счастья Остров Счастья Вы Здесь Можете Прийти Просто Найти Себе Укровный Уголочек Устроиться Закрыть Глаза Есть Люди Есть Люди Сам Парк Работает Круглые Сутки Он Огромен Он Больше 300 Гектаров Вы Можете Найти Себе В любом Случай Себе Тут Уголов Но В такое Место Зайтя Еще В отдельное Место Где Оно Визуально Еще Очень Красиво Оформлено Где Для Вас Постарались Дизайнеры Отех Господи Тимой Я Я Сказ Дорогого Дорогого Стоит Ну Что Милые Вы Мои Дорогие Путешественники Наверное Где-то Здесь И Где-то Тут Я Вам Скажу Те Самые Теплые Большие Слова Благодарности За То Что Вы Уделили Время Нашей Прогулке За То Что Вы Уделяете Время Моему Каналу За То Что Вы Холите И Лелеете Израильскую Природу Вы Большие Молодцы Я Вас Всех Люблю С Любой И Уважением Ваш Артур Ну Понаслаждайтесь Еще Немножко Видами Моей Крошной И Чудной Страны Продолжение Продолжение следует...